у них есть такая тактика я дерево сломали палку идем идем к оленям до оленя да теперь все блин меганыча не послушаешь он теперь против нас он таким ебан крылся это дело ну а с другой стороны вот тоже чем меганыч хотел ну как будто это вот мы начали у них есть такая тактика типа я дерево ну да смотрят стоят я понял где они примерно стоят побежал побежал очкует да не да они сами по себе такие боязливые не они все время прикольно так станут типа я дерево как у нас этот помнишь тогда лент стоял да побежали все это чем ну это мой это это с вами взял понятно не нас уж прикольно все равно 2 не видать чем мы найдем да ладно пока мужики там ищут олень я решил пойти к первому доме ну что мне рассказать из хороших новостей да что у нас наконец-то закончился проект модной болезни и все по отменяли почти все ограничения насколько я слышал оставили пока только на морднике в общественных местах ну это давайте уж откровенно давно никто не соблюдает короче они там так и стоят а я пытаюсь здесь что-то увидеть он там олени сзади меня прямо слышно что там они ломятся по ходу точнее они сами уже стас стас летит туда вон они стоят а другие где-то вот в этом лесу чё рязан ну-ка саданул кровь сильно он был он был вообще вот тоже приземлялся от меня вот тут под него надо ставить и не просто это если уже озвучили проблему она будет как бы это мне не страшно просто я видел как людям причем не никто же блин руки ну давай закажем я тоже и не я вот так себе разочек тоже я похоже себе как-то сделал в липецке когда его ловил для себя там это нормально так еще на морозе у меня такое ощущение что у дома кто-то стоит а это дерево ну да игорь у меня зрение блин глючит а вон там точно олени ну чё разобрались но полетел до может он подмёрз сервис сейчас ничего блять не работает этот дрон последний дрон надо его это так а мне надо переходить на другой телефон нет этот в темноте начинает подглючивать как тебе сегодняшние приключения да вроде нормально нормально у тебя есть телефон посмотри сколько ну-ка закажи а когда ее открыть да они иллюминат ли ты может быть ты каббалит тихо во контент подъехал что за место такое я дрон сломал блин а это свалился что дальше нас ждет да раньше помнишь мы все время говорит что у нас все хорошо блин сейчас что-то не все хорошо да нет все отлично это препятствие которое мы должны преодолевать да и это испытание как бы на них реагировали так у нас и так жизнь такая жопа творится что это все ерунда это точно подъезд кривоватый конечно вау будет эффект какой дрон если трясется как самолета снимаю а вон обращение что дрон криво летит как ты говоришь что еще будет дальше я тут вперед буду так так ладно у нас уже почти ночь мы идем к третьему домику здесь пошла дорога на сужу видео про служу вы можете посмотреть у нас слушайте я вот сейчас вас иду снимаю с востока сейчас это обложку для группы гражданской обороны делать бля когда там они по трое сфоткана обратно ну а чё уже ночь смысл ну а сколько времени я говорю заход ну я имею ввиду по темноте пусть все темнота ничего не видно вот мы можем пойти к церкви пожарить сосиски я говорил вот вначале а потом пути что заход будет 18 дней то есть заход уже будет сейчас такой полумрак ни хрена не не подготовился и как бы смысл тут уже почти нет ну это да просто ничего не видно ну и промокли из-за того что ноги смотрели я вас следят? нет 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 ну возвращаемся еще а там как пойдет горелка у Стаса такая сейчас две секунды подожди пожалуйста пока ты далеко не ушел а что распаковку проводят без владельца да да распаковка да правда немножечко без владельца оп упало это это распаковка understand так ну что у нас прикольно она тоже у него смотри в такой сумочке пиздевой так ну да их муха называют у Юры такую помнишь я тебе рассказывал видел ну одноклассник то его отец опа такой прикрывается вот такая вот мини комфорочка вот надеюсь видно ну да единственно смотри немножко неудобно будет с баллоном видишь ну да вот что то они да вот это нет ну ничего не делать просто надо немного кривое а это я ребята это мой косяк тут оказывается есть ножки тогда все в порядке вот идеально нормально в общем ты просто заметил вот такая прекрасная вещь здесь оказались ножки здесь спички спички есть спички 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 у тебя в рюкзаке ну чё тогда держи камера у тебя не я бы подеток а ну держи баллон у тебя где ну баллон ты умеешь одевать да нет я не одевал но я понимаю куда то есть ты вот сначала вот этим вот этой прорезью на одну надеваешь потом крутишь надеваешь на другую их две ну да вообще оденем да или что ну да ты сам будешь пробовать одевать не одевай пока да я бы еще успею надевать ну то есть короче ты уже начал ты уже вот так вот одеваешь вот он попадает эх ебать я подожди а чуть у тебя как льется у меня не так а а а а то меня привлекут статьи я обычно про газ зову определенных людей говорю зовите блин сушь как то тупо что блин что то у меня не получается твое твое одеть в полу задумив дым дым нет она вниз ну ты понимешь что у меня как то с этим вопросом проще у меня здоровая здоровая и я одеваю ее все вот просто немножко не взорвется нет не взорвется смотри видишь идеально ножки под баллоны за что я думал Если нет ножек, то, соответственно, оно как-то будет косячно. Ну, теперь пробуем твой пьезоэлемент. Вот сейчас очень осторожно. Ты знаешь, что бывает. Вот об этом я и говорил. Это самый первый раз или всегда? Нет, это холодный газ. Летом такого нет. То есть, вот, регулируешь. Ножек. Ножек у меня есть. А это кастрюлька, да? Надеюсь, все хорошо видно. Ну, я имею в виду, этот фонарь не фонил. Да нет, не особо. Ну, вообще отлично. Так, это пока брошу сюда. И насколько, вот, если она будет без перерыва так гореть? Ну, в общем, этого газа, если ты летом не так часто ходишь в походы и погреть чай, тебе баллон хватит практически на все лето. Да ладно. Два баллона. Мне девчонки подарили прошлый год на мой день рождения 4 баллона. Мы не потратили ни одного. До этого мне подарили два баллона на день рождения. Из одного я только истратил один, еще я два покупал. И мы их, это, потратили немножечко. Так, вот еще распаковка. Потратили мы три баллона мы потратили за все время. Мы один выкинули на Клязьме, другой дома. И один у нас еще до сих пор не целый. Вот. Итого у меня в запасе еще пять баллонов. Что, у кого вода? Может, уже начнем это? У нас газированная. Смотрю меня в рюкзаке, пока на самом деле. Доставать термос чая. Тут всю не знает, надо. Я вот в костюме, а ты куда? На самом деле, вот тут вот. Нет, там она, там, не должно быть. Вот, я вижу. А, это чай. Нет, тут вода. Тут, кстати, чай. Это это? Да, это вода обычная. Да ладно. И сегодня чай какой-то родниковый. Нет, другой чай. Ну, вот, смотри, в такую костюм я на них. Не каждый делаешь. Хотя для ротон это хватит. Тебе там надо-то пол-литра. Пол-литра? Хорош. Тебе больше не надо. Да, что с одной видом получается. У меня есть ничего. Там разочина. Вот это хим. Сань, а? Сейчас. Что, сначала это, а потом ротон кидать, да? Ну, да, сначала, чтобы закипело. Его же чисто надо в кипяток. Так, так сказать, и все. Больше его не надо. Ну, я вижу, что у тебя там сосиска. Я же на тебя смотрю. Я еще лучше потом. С нами все так. Не, она чуть перегорела. Да не, я тоже уверен, что с нами все так. Ну, что там? Как сосиска? Чуть-чуть почернело. Я думал, время пришло. У меня какая-то беда с фонарем. Ну, ты что, задумал? А, кофта. Не, нормально, нормально. Такая поджаристая. Как моё. Без черных поджаря. У нас сегодня видео, как надо жарить сосиси. Ну, это может быть такое, что внешне она такая. А внутри она могла не прожариться. Сань, ты свою сосиску что, есть будешь? Я сейчас дожарю. Чего у тебя там написано? Бомб про рыбалку. Ага. Вот я и грудь не про рыбалку. Так, вот, всё. Ставишь его в этой футболке на обложку. Зимняя рыбалка. Не, я не хочу. Ну да уж, теперь ничего не поделаешь. Не хочу с тобой выходить. Всё видео записано в 720. Ладно, я это достойно переживу. Ну чё, Серёга? Как бодрость духа? Кофиг жарай. Бодрость. Дух бодёрят. Что говоришь? Ноги болят. Ноги у всех болят. Чё там у тебя сверкануло? Режим не что-то. Ну ладно. Режим экономим. Включили режим экономим. Я думаю, у нас сегодня удачно всё прошло. И за вас, дорогие дамы. Да. С 8 марта. Ты сосиску там показывал? Стас показал вам свою сосиску. Стас, достань свой батон. А вот и батон Стаса. Не знаю, ты скажи чё. Да, чё там? Ты чё-то одноклассникам хотел сказать чё-то. На дне рождения сидим так. Нет, там когда. А мне кажется, ты чё-то им хотел сказать. Да. Ну конечно, с моим слухом. С моим слухом всё нормально. Чё ты мне там рассказывал? Когда мы у третьего домика почти были. Дубль 2. Жарение. Ритуальное жарение батона. Теперь оно в хорошем качестве. Ещё адскую музыку надо поставить. Коррозия металла. Съержи вьём. Мы уходим из Беретево. И... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова